Ну, молодец, молодец. А в церковь-то ходишь? В церковь, да? Да. На исповедь ходишь, да? Да, да, да. Молодец. А у вас дома вот такая книга есть? Сейчас я покажу, подожди-ка. Нет, таких нет. Такой нет. Это можно взять, потому что это жизнь. Это то, что нам Бог сказал, чтобы исполняли заповеди. Поверили, что Иисус Христос... А будет батишка? Иисус Христос умер за нас. Вот этот крестик на тебе, он и говорит о том, что он распытый был. Ясно. Да. И зовет к покаянию, потому что наши грехи он взял. На себя и ответил. И умер, и воскрес в третий день. Ты в это веришь? Верю. Молодец. А ну сколько лет? 81-й. Ясно. А вы что делаете сейчас в рулетке? Да в рулетке пришли сюда поговорить с людьми, потому что они беззаконищи, всякую пакость тут делают. Потому что то, что они тут делают, за это будет огонь вечный. Озеро Огиной с сатаной вместе. Да вообще тут мы там все ругаются. Вот о чем и речь. Поэтому мы сюда пришли, как православные проповедники, чтобы возвестить, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ну ладно, удачи вам. Ну спаси Христос. Все как бы. Господь дал людям жизнь, землю, дыхание в ноздрях, чтобы благодарили Бога и умер за наши грехи, чтобы мы верою в Него получили жизнь вечную. Есть такая книга, я вот вам ее покажу, сейчас она у меня есть. Библия. Да, правильно. Это вечная книга. Я ее читал. Только в Библии много несостыковок. Ну как, молодец какой. Сам себе. Молодец, говорит, на овес, а для отца и сам овса. Много нестыковок. Ну назови одну хотя бы, покажи где. Он ушел. Какие несостыковки ты там нашел? Давай, нету, никаких нету. Это его сатана за язык дернул. Сейчас еще материться начнет. Главное, простите, я не хотел задеть вашу веру. Просто я верю. Я мусульманин. О, мусульманин. Так с мусульманами еще легче разговаривать. Смотри, дорогой. Ну я был мусульманом, сейчас я еврей. Зря я слышу. Здравствуйте. Тогда бери Тору, я тебе открою сейчас еврейскую Тору. Давайте. Пожалуйста. Смотри. Как зовут? Поближе подойди. А вы будете со мной как-нибудь хануку праздновать? Вот смотри. Считай Тору. Я не вижу, плохо вижу. Я просто без очков, а очки я сломал. Вот видите, на ваш обман нашлись три ответа. И вы по-прежнему занимаетесь то, что называют брехней. Зачем это вам? Я масон. Масон? Да. Так, объясни, когда они возникли, масоны? Давай поговорим о масонах. Давно. Давно. Отец, не знаешь, слушай внимательно. Тебе это пригодится. Я этой теме 14 лет отдал. Больше моих материалов о масоне нигде нету. У меня 38 томов вышло книг. Слушай, масоны – это люди, если с их позиции смотреть, желают блага. А на самом деле они воцарят Антихриста. Единого царя над всей планетой, еврея, со столицы Верусалима. Он будет царствовать 42 месяца. То есть 3,5 года. И тогда явится Христос. Только не ругаться, договорились, чтобы не ругались. Нормально, говорите. Если у вас есть... Я умер лет 5 назад тому. Умер. Меня сожли на костре, как еретика. Умер на самом деле. Серьезно говорю, я умер 5 лет назад. У вас просто глюки. Понимаете? Вы сейчас... Ангел у меня здесь нет. Так, слушайте внимательно. Вы сейчас бравируете и не знаете, что Господь пишет ваши слова, ангел. И эти слова на вас исполнятся, когда где-то гореть будете, в машине или где. Этим играть нельзя. Каждое слово у Бога запищет. Спасибо за ваш совет. Не надо. Потому что вы молоды. Вам еще жить. Играть не надо. Скажи, я не знаю. А признание в незнание открывает путь к знанию. Ваше мнение, Иван. А вы зайдите на наш канал, видеоканал, и вы там найдете очень многое, чего не знаете. У нас очень большой канал. У меня 17300 роликов. Как называется? Называется так. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А можете ссылку скинуть? Так, давайте. Зарядите канал. Во свете Библии. Потом. Сейчас просто делаю. Тел очень много. Тел. Никто звонит. Запишите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Да, здравствуйте. Привет, мам. Нет, уроки не сделал. Папа идти помочь. Машину загрузить. Да, сейчас. Хорошо. Спасибо за ваш совет. До свидания. Хорошо. Хорошо. Могу вас с друзьями оставить со своими. Здрасте. Добрый день. Как еще раз ваш канал называется? Вы можете зайти по скайпу. Вы можете здесь написать? Сейчас в рулетке. Да. Вот напишите здесь. Или ссылку там скиньте. Затем, что люди здесь страшно много грешат, прелюбодействуют, развратничают. Наркотики принимают. Матерятся. И мы пришли им сказать, что их за это ожидает огонь вечный. Если они одумаются, пусть они примут Иисуса Христа своим спасителем. Оказалось, папе не нужно помогать загружать машину. Он уже загрузил. Ладно, я поехал. Книг готовый предстает во время смерти. Он может оказаться в аду непрощенный. Ад – это огонь вечный. Гиенна огненная. Мы говорим, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И вы можете это все узнать вот из этой книги. Книг. Нет, я в Гиблии не читаю. Я читаю Коран. Коран читаете, да? Я мусульманин. Хорошо, скажи, это такой? Разницы нет, просто Коран. Нет, тогда прочитай, что написано. А? Прочитайте, что написано. К сожалению, я арабский не могу читать. Ну а как же ты? У меня Коран, а сам, говорит, как баран. Ничего не можешь прочитать. Как же так? Ты должен знать, учиться. Не сидеть тут среди блудного общества, молодой человек. Я Коран. Никто, спасителя никто нигде не показал. Только Библия, что он умер за наши грехи. Никакие книги в мире не могут привести ко Христу. Только Святое Евангелие. Вы понимаете, вы верите в Иисуса, а мы в Аллаха. Ну, Иисуса в Аллаха. У вас тоже там написано Иса. Иса. И Марьям, это его мать. Это в Коране написано. Иса, это в переводе означает Иисус, правильно же? Да, это Иисус. Иса, который в Коране, это Иисус. У нас написано Соломон. У меня Иса звать, вот меня тоже Иса звать. У нас в Библии написано Соломон, а в Коране Сулейман. У нас Абраам написано, а у них написано Ибрагим. Это одно и то же, один и тот же герой. Ну, я не знал. Я первый раз слышал от вас. Ну, теперь вы услышали. Да, конечно. Там Марьям называется. Марьям, это мать Иисуса Мария. Вот меня Иса звать. 34 раза упоминается Мария в Библии, 34 раза упоминается в Коране. Я понял. Все, спасибо вам. Слава Христу. Если вы желаете больше узнать, вы можете... Слава Аллаху. Да. Слава Иисусу Христу. Если вы больше желаете знать, вы можете зайти в сайт, в скайп, и со мной встретиться. Игнатий Лапкин. Спасибо. Спасибо. Все с Богом. Удачи. Какие-нибудь вопросы есть, может быть, по спасению? Как душу спасти? А вот как, допустим, человек жил и не знал ничего. Жил, как безбожник. А потом поверил. Поверил так, как вы верите. Вы ему что скажете? Как душу спасти, в вчерашние дни оправдать? А он жил там, у него блудил, да убивал, насиловал. А теперь он обратился. И с вами встретился. И вы ему что скажете? Если он будет истинно это все переменит, да? Это Аллах простит его за все грешно. Надо побольше молиться, а побольше надо верить. А остались, которые он не знал, это Аллах простит его. Если человек не простит, который он знает и еще делает грехи, вот это будет плохо. А почему же Господь не простил Адама и Еву? Они же не знали греха. Почему их выгнал из Рая? И мы все умираем из-за них. Почему? Знаете что? Как почему? Я отвечу вам. У нас миссионерская поездка была, и мы в Баку ночевали в доме у Муллы, у мусульманина. Очень, очень грамотные люди. И мы беседовали, взяли за основу послание к римлянам 6.23. Возмездие за грех смерть. Вот, по-нашему сказать, вот у меня сад, плоды разные, там, гранаты, яблоки. И кто-то зашел, ну, мальчик там, девочка, и сорвала один плод. Один. Что я могу сказать? Выговорить могу. Еще. Но Ева-то съела только один. Съела. И уже умерло из-за этого больше ста миллиардов людей. Все, птицы, звери, все сделали смертные. Не прощает Господь так просто. Грех имеет силу притяжения. И поэтому Иисус взял на себя грех, и все грехи мира искупил кровью своею. Вот в чем смысл-то. Просто так не прощает Бог. Это его свойство. Он не может прощать, потому что он Бог. Прощает, когда люди просят прощения, а грех искупен уже с чьей-то заслугой. Вот в чем дело-то. И ни мула, никто не против, не могут слова сказать. Да так, да так. Ну, а как так-то? Вчера, я говорю, посадили в тюрьму, меня там, я преступник. А наутро меня казнят. Что я должен делать? Доброе дело. Так и доброе дело, меня утром уже повешают. А вот у нас известно, вот я на корабле работаю, и меня волной смыло. Осталось пять минут, холодная вода, я утону. Я только сказал, Господи, прости меня ради Иисуса Христа, который умер за меня. И Бог простит ради голговской жертвы Иисуса. Вот в чем смысл-то весь. Вот когда Христа распяли, а утром рано, на воскресенье, а у него в пятницу распяли, он в субботу в гробе был, а в воскресенье жены пришли мироносец и тело помазать. А гроб был, это пещера. Это не в земле закопанная. А римские воины-то увидали, ангел явился-то, открыл гробницу, камень отвалил. Они прибежали, священники дали им денег и говорят, скажите, что украли. Они не сказали, что они распяты, потому что там все люди знали, он висел, кровь текла, как ему копьем бок пронзили. А потом сатана придумал, что он не умирал, то есть он не успокоится, дьявол. Почему? Потому что он боится. Сейчас интересный ролик есть такой, интервью с дьяволом. Как интервью дьявол дает человеку, журналисту в лесу. Вы можете посмотреть. 12 минут там. Интервью с дьяволом. И он спрашивает, кто ты такой? А он говорит, я занимал высокий пост в том положении и провел компанию. Но я нарушил все правила. И вот я оказался здесь. То есть он был на небе, и у вас точно так же написано. А его Джебраил, по-вашему Джебраил у нас Гавриил, а у нас Михаил написано, сбросил его на землю. И он, да ты не один здесь? Он засмеялся. Нас тысячи тысяч здесь на земле. И он вас спрашивает, журналист, скажите, а кто ваш враг? Кто враг? А перед этим он достал сигару, вот так вот дьявол, откусил конец и бросил. Он говорит, вы курите? Дьявол засмеялся и говорит, вы спрашиваете того, кто изобрел это? Кто изобрел это? Курева-то. И когда сказал, кто враг, он вот так папиросы взял и сжевал, и прямо это бросил. Я не хочу сказать, это тот, кого я распял две тысячи лет назад. дьявол-то знает. Дьявол-то знает. Просто по разным словам, по разным именам называется. Видите как? Бог едим. Мы начинаем, когда считать Слово Божие, и на основании его сравнивать все остальное. И получается, Бог Отец посылает Сына безначально, воплощается через Деву Марию. Интересно, в Коране 35, или 34 раза упоминается Дева Мария, Марьям. И у нас ровно столько же. Вот. Одно и то же имя, но только другие имена уже не сходятся. Если у нас Соломон, у вас Сулейман, у нас Авраам, у вас Ибрагим. Это тоже одна и та же, один и тот же персонаж. Но только разное про них написано. У нас Откровение Божие. И в послании Галатам 1.8.9 написано, если ангел придет, или мы апостол, и будем говорить не то, что в Библии написано, не верьте, анапе моему. Нам нельзя никуда свернуть от этого. Ну, смотри, как знаешь. Так у нас написано еще, говорит, кто придет к вам, ну, с дороги кто-то, и не приносит этого учения, что Иисус пришел во плоти. Это дух Антихриста. Это очень серьезно все. Ведь мы ничего не теряем в вере во Христа. Мы наоборот, преображаемся сразу. Я вот недавно разговаривал с мусульманами. Все время тут их процентов 85 сейчас рулетки. Я говорю, вы верите, что Соломон и Сулейман это один человек. Так у Соломона четыре книги в Библии. Почему вы ни одного предложения не записал, кто писал вашу книгу? Почему не записал? А там притчи Соломона, премудрости. Одно хотя бы предложение. А тут четыре книги. Почему? Я не подкапываюсь, я просто говорю. Дальше. У нас псалтырь в середине книги. У нас Давид ее написал. У вас дуайт. И 150 псалмов, молитв. Ни одной нету. А сегодня, когда мы с мусульманами очень близки, там я в мечети молился, в комнате намастом встречались, рядом были. Почему ни одного предложения, ни одной молитвы из Библии не взяли? Если один и тот же герой, этому все Бог открыл, а Давид жил за тысячу лет до Христа. Ваша религия появилась через 1600 лет. Почему? Почему это все отметено? Когда на этом сотни миллионов людей жизнь получили вечную. Один и тот же персонаж. Почему? Я ответ нашел один. Потому что тот, кто писал, он очень любознательный был. И он слышал. А Библии не было в руках. Он бы написал все это. Только а дяте можно объяснить. Тогда бы ни одной ошибки не было там. А то Мария, она говорит, сестра Моисея. А между ними 600 лет. Ну это нельзя так. А дай, пожалуйста, у меня это тебе есть ваш номер контакта? Да, я как-нибудь у меня время могу, я еще с тобой хочу общаться. Что сделать вам нужно? Ну, погодать сейчас мне время так. Потом вы запишите контакт. Контакт есть? Есть, я вам скажу. Запишите, я скажу. Подожди. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да, все помню. Ну, только вы напомните, что мы с вами разговаривали тут в рулетке. Хорошо. Во славу Божию. До свидания. Храни вас Бог. Вот мы до этого сюда пришли, чтобы рассказать о Христе. Что будет суд Божий. Умер за грехи людей и обещает простить, кто покается и будет жить по его заповедям. А что, если я атеист? Ну, атеист это играть можно, конечно, а жить невозможно. Что такое атеист? Я по жизни атеист. Атео означает против Бога. Я говорю грехи, чтобы специально попасть в ад. Ну, представьте себе, давайте просто вообразим, что на земле все люди неверующие. В церковь заходишь? Нет. А как же ты верующий, почему не ходишь? Не знаю. Ну, как так? Вот человек говорит, я школьник, а сам в школу не ходит. Другой скажет, я на работу не идет, что он получит, когда не ходит на работу? У меня вера убавлена, не хожу в церковь. Ну, а про себя верить это бесы делают. Вера без дел мертва. Это мертвещина. Надо ходить в храм, исполнять все, идти к батюшке на исповедь, исповедаться. Если он допустит, то причаститься. Тогда будет жизнь. Понял. Учту. До свидания. Так, ты хочешь уношить? Учту. Учту. Учту.